Уважаемые коллеги, добрый день. Я даже не ожидала, что так меня представить. Тепло. Спасибо вам за теплый прием, Роза Алексеевна. Это мой первый визит вообще в Россию, не только в Татарстан. Поэтому я очень рада, что сегодня нахожусь здесь, и сегодня мне выпала такая большая честь выступить перед вами, рассказать немного о тех курсах, которые проводит университет. Я буду выступать на русском языке, с вашего позволения, а все слайды на английском языке, поэтому переводчикам будет легче и коллегам будет более понятнее, о чем идет речь. Меня зовут Айгуль, я работаю в высшей школе образования Назарбаев университета. Именно в департамент дополнительного образования, кто непосредственно занимается повышением квалификации работников системы образования. Мы с 2014 года проводим курсы для лидеров в высшем образовании. Мы ездили к вам в гости, и тогда я представляла курс повышения квалификации для руководителей вузов. Сегодня я хочу рассказать немного о курсе повышения квалификации для учителей школ. Тема моего доклада, сегодняшняя презентация, это роль профессиональной подготовки школьных учителей в контексте трехязычного образования в Республике Казахстан. План презентации таков. Я немного расскажу о политике трехязычного образования в Казахстане, потом немного подробнее остановлюсь непосредственно на курсе повышения квалификации для учителей школ по четырем предметам. Это химия, биология, физика, информатика. И расскажу уже в завершении о том, как мы проявили внутреннюю оценку эффективности данных курсов и какие получили результаты. Нас интересовало именно как учителя после того, как пройдут курсы, у себя на местах внедрять это все на практике. И второй вопрос, который нас волновал, скажем так, с какими трудностями сталкивается учитель при внедрении данной реформы. Скажу, не побоюсь, скажу это слово. Не получается. Значит, вот здесь на экране представлены ключевые акторы в реализации трехязычного образования в республике. Это Министерство образования и науки Республик Казахстан. Это Национальная академия образования имени Алтонцарина. Это Национальный центр повышения квалификации УРЛЕО. Но здесь я еще не указала, есть еще КТФ, вот наши казахско-турецкие лицеи, которые сейчас были именоваться, лицеи называются, переименованы. Это Назарбаев интеллектуальная школа и Назарбаев университет. Немного хочу сказать о важности создания таких больших проектов, как Назарбаев интеллектуальная школа и Назарбаев университет. Дело в том, что эти организации обладают практически полной автономией в реализации образовательных программ. Это начиная с приема обучающихся до их выпуска, это и разработка программ, это выбор специальности, это оценивание, это практически от А до Я полностью автономны в своей работе. Поэтому в 2011 году вышел закон Республики Казахстан о статусе этих организаций, о статусе Назарбаев университет, Назарбаев интеллектуальных школ и Назарбаев фонд. Два основных документа, на которые мы опираемся, реализовывая трехязычное образование, это государственная программа развития образования науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы и дорожная карта развития трехязычного образования на 2015-2020 годы. Если говорить о ГАПРОНе на 2016-2019 годы, то перед вами листья, я не буду их всех озвучивать. Это обозначена такая задача, как поэтапное внедрение трехязычного образования на всех уровнях образования, это внедрение опыта экспериментальных школ, ниш и казахско-турецких лицеев. Это разработка отечественных учебников и учебно-методического комплекса по языковым дисциплинам в соответствии с единым языковым стандартом обучения. Этот стандарт уже разработаем, мы по нему работаем. Это адаптация зарубежных учебников. Как идет подготовка для того, чтобы внедрять трехязычное обучение? Это выпускники программы Балашах. Вы наверняка слышали о том, что уже с 1994 года мы реализуем эту программу, и вот у нас выпускники сейчас как раз-таки задействованы во всех сферах образования. Это целевая подготовка учителей в вузах и колледжах. Это повышение квалификации школьных учителей по методике преподавания именно по четырем предметам. Мы обозначили четыре предмета именно в старших классах, потому что когда ученик выбирает свою будущую профессию, именно по этим предметам будут вестись дисциплины, по их желанию и пожеланию, ну вот как они с родителями определятся, будут вестись дисциплины на английском языке, начиная с 2019 года. То есть сейчас идет подготовка, уже в 2019 году будет полномошнабное внедрение преподавания на трех языках. Значит, по дорожной карте развития трехязычного образования, это проведение мониторинга потребностей в педагогических кадрах, это разработка планов подготовки и повышения квалификации педкадров для реализации трехязычного образования, это разработка программ повышения квалификации, разработка программ языковой стажировки педагогов, Это разработка квалификационных требований педагогу и повышение квалификации, ну запланировано на 16-19 годы, повышение квалификации почти 2,5 тысячи учителей и ППС вузов, кто будет работать непосредственно в аудиториях. И вот уже следующий слайд. В прошлом году, в 2016 году мы обучили 675 учителей по 4 предметам во всех 16 регионах Казахстана, и тут еще я не обозначила в английской версии презентации, еще 75 учителей были обучены на базе Professional Development Center, но там был непосредственно английский язык, а мы постарались дать больше даже в прошлом году, когда учителя еще не совсем были готовы к тому, чтобы обучаться английскому языку, мы дали интенсивно английский, мы дали методику преподавания предмета совсем, вот тазы, да, и современные подходы преподавания через видеолекции наших профессоров Высшей школы образования Назарбаев университета. Вот тут у нас присутствует Майкл, наш заместитель лекана по научной работе в школу, он тоже в курсе, но вот они активно участвуют в разработке и в реализации данных проектов. На 2017 год, значит, планируется повышение квалификации 12 502 школьных учителей, из них, вот вы видите, 5010 это на базе Назарбаев университета, 320 это Назарбаев интеллектуальной школы, они будут учиться в течение где-то 10 месяцев, на нашей базе 3 месяца. Значит, в Эрлио на базе, в Эрлио 756 человек, тоже 9-месячная большая программа в течение года практически, на базе УСТАЗа 1587, там курсы английского языка, и на конкурсной основе, то есть 4828, это вот те организации, которые хотят участвовать, если они по повышению квалификации учителей, они могут также подавать заявки. Цель и задачи программы. Цель программы это совершенствование уровня владения английским языком, педагогический кадр средних общеобразовательных школ. Задача программы это обучение английскому языку согласно общеевропейским критериям, определим уровня владения иностранным языком, развитие коммуникативной компетенции, обучение педагогических кадров естественному математическому направлению, академическому английскому языку и предметной терминологии. Обучение основы методики преподавания предмета на английском языке. Следующий слайд, на следующем слайде вы видите структуру программы, значит, мы ее составили так, она состоит, в прошлом году она состояла из четырех модулей, четвертого модуля в этом году, к сожалению, нет, потому что у нас большее количество человек, в прошлом году было меньше. Значит, ну, мы, учитывая недочеты, можно сказать, прошлого года, сделали немного структуру программы в этом году по-другому. Мы сперва дали английский язык, а потом уже к ним присоединился второй, третий модуль, потому что, ну, как бы, академический английский, терминологии и так далее надо дать чуть попозже, когда они уже начинают, ну, есть какой-то определенный уровень английского языка. Иначе очень сложно, потому что люди практически начинают изучать английский, которые, может быть, в свое время изучали другие языки, это немецкий язык и так далее, вы понимаете, то есть в то время не было английского, было, ну, в смысле, не все изучали английский язык, поэтому немного сложновато. Есть и вот учителя, которые давно работают, ну, в смысле, которые не поддаются изучению английского языка, тоже есть и свои определенные проблемы. Поэтому, вот, и четвертый модуль, который я хочу здесь отдельно отметить, это однонедельная стажировка была на базе наших партнеров. Это The Education University of Hong Kong and Seoul National University. Из 675 человек были отобраны 118 учителей, то есть те, у которых есть уже довольно-таки хорошие английские и которые действительно готовы работать вот в этом направлении. На конкурсе на основе были отобраны, также присутствовали все наши преподаватели в этом, конкурс проходил на английском языке, и вот 118 человек, по 60 примерно в каждую страну, они смогли действительно посмотреть на практике, как внедрялось, как внедряется трехязычное образование в этих двух странах. Значит, какие результаты мы поставили перед, перед самими, перед учителями, это владение английским языком на уровне определенных общеверпийскими критериями, понимание необходимости оказания языковой поддержки учащимся, которые изучают предметы посредством английского языка, и знание и понимание предметной терминологии и академического языка. Это следующий слайд. Разработка навыков оценивания. Далее, разработка учебного плана предмета, то есть каждый модуль, я отмечу этот момент, каждый модуль подразумевает определенную работу. Допустим, если первый модуль, значит мы его проверяем, насколько он хорошо уже может говорить, да. Второй модуль – это составление учебного плана, то есть каждый учитель на выходе составляет учебный план, как он видит, как он будет уже преподавать, начиная вот, допустим, с нового учебного года кто-то готов, кто-то еще чуть попозже, уже пройдя следующие курсы повышения квалификации. Третий модуль – результатом было написание эссе, то есть после всех лекций, которые он увидит, проанализирует, он должен написать эссе на одну определенную тему с указанием каких-то проблем, может быть решений каких-то проблем и так далее. Это все анализируется, мы работаем и результаты предоставляются Министерством образования и науки. Видеолекции. Вот тут некоторые темы, на какие темы проводим мы видеолекции, это вот только часть, на самом деле их где-то 30-40 видеолекций. Я не буду это озвучить, просто вот вы можете просмотреть. Здесь я хочу отметить такой момент, что в проведении вот в записи видеолекции, почему мы решили записать, потому что учителей собрать, вот оторвать от семьи на какое-то определенное количество месяцев, даже не то, что недели, очень сложно, поэтому приходится проводить на местах. С отрывом от производства, чтобы они полностью были погружены в учебный процесс, поэтому были записаны видеолекции, но после каждой видеолекции мы проводим определенную работу, то есть задаются вопросы, ведется работа в группах, на местах работают методисты, которые, ну, скажем так, меня заменяют на местах. И чтобы не просто прослушали, а вот именно был фидбэк, чтобы вот каждая тема чем-то запомнилась, чем-то осталось у них, проанализирована была. По зарубежному модулю здесь сразу немножко переход, резкий переход на результаты, то есть их мнение по зарубежному модулю, одна неделя, которая проходила у них, это приемы внедрения английского языка в изучение предметов, естественно, математического цикла, организация процесса обучения в школу Гонконга, да, вот они, их мнение о третьем, четвертом модуле. Узнали, что в Южной Корее создаются хорошие условия как для учителя, так и для ученика. Это и техническое оснащение, высокий статус педагога и меньше бумажной рутины, к сожалению, которые у нас присутствуют. Система образования в Корее, предметно-артирное обучение, Система образования в Корее, предметно-артирное обучение, rechtно-артирное обучение в НКРП, к сожалению, better-on-arтирное обучение, свои мечwał и это苦аться. Система образования в Корее, предметно-артирное обучение расчет toys, laws! Это современный узор основания, может быть графический зеркай sob, массивый молитвии sobre fees, даю тебя метро с опцию и дод gerekiyor под產ed Можно даже rocks. Продолжение следует... 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 Уровень с А1 на А2. На уроках биологии ученики завели дополнительные тетради словарей, куда они записывают терминологию. Далее, на этот же вопрос. На уроке применяется химическая программа чемскетч полностью на английском языке. Просматриваем видеоролики на иностранном языке, заполняем таблицы и схемы и делимся полученной информацией на районном методсовете. На вопрос, какие трудности возникали в ходе подготовки к занятиям, непосредственно когда проводят на английском языке, они отмечают, что им не хватает знания языка, неважное произношение. Мне, допустим, кто-то стесняется, они пишут, что у меня с тем, что я перед учениками стою на учителя, еще произносить какие-то моменты. Недостаточно языковые навыки у учащихся. Это тоже одна из проблем, когда бывают ситуации, когда ученики лучше знают английский, чем учителя. Бывает, что учитель подготовлен, но класс, к сожалению, не тянет тот материал, который предоставляется на английском языке. Отсутствие учебников. Пришлось скопировать учебник, проект с образовательного сайта, распечатывать частично. Учебник сейчас разрабатывается. И вот к тому моменту, когда нужно будет уже внедрять полностью трехязычное образование, они подготавливаются частично. Есть учебники, которые 20% на английском языке. Есть, которые полностью составлены на английском языке. Дальше. В учебниках, сборниках заданий не предусмотрены задания на английском языке. Это тоже вопрос решается. И не хватка времени на уроке, чтобы охватить и программный материал, и элементы английского языка. На следующий вопрос. Какие компетенции вы хотели бы развить в дальнейшем? Они отвечают. Большая часть выделила курс, методику внедрения трехязычного образования. Далее 63% выбрали современную систему оценки академических достижений учащихся. Информационно-коммуникационная технология образования, методика развития критической мышления, организация прикладного педагогического исследования в классе. Ну вот такие вещи они хотят в дальнейшем изучать. Это было полезно. Я думаю, что мы будем дальше работать над этим вопросом. Вот здесь еще приведено несколько фотографий с их учебного процесса. Это с прошлого года, когда 675 обучались. Вот они на занятиях пишут уже на английском. Работа в группах ведется полностью на английском языке. Преподавание полностью на английском языке. Вот вы видите, они уже рисуют, пишут новые слова. Это уже поощрение, по-моему, это в Гонконге обучение. И там были занятия на английском языке. В принципе, 118 человек, которые были отобраны, они смогли, как сказать, принять всю информацию, освоить ее. Вот они. И мы поощрали, помимо того, что были лекционные занятия, мы поощрали лаборатории, посмотрели, как они работают. Очень много они взяли. Вот я непосредственно была на занятиях по информатике. Очень много нового взяли для себя, как можно использовать в интерактивном виде занятия по информатике. Вот вы видите лабораторию. Это до сих пор химия, по-моему. Спасибо большое за внимание. Спасибо.